Боевый путь моего прадеда В 1901 году первая запись о его военном билете датируется маем 1919 года. Тогда он впервые вступил в ряды Красной Армии и служил в 318-м стрелковому полку до 1923 года. Этим годом он уволен в запас, но летом 1941 года его снова призвали в армию и попал он в 23-ю особую стрелковую бригаду, которая сражалась под Волхом. Там в декабре 1942 года был тяжело ранен его командир и он, рискуя жизнью, вынес его с поля боя, также получив тяжелый ран. Позже его приставили к награде за боевые заслуги. Залечив свои рану, он снова отправляется на фронт. В этот раз он попадает в 93-й гвардейский артиллерийский полк 3-го горнострелкового корпуса, который на тот момент перебрасывали на Кавказ. Обстановка была тяжелой, нашим солдатам приходилось воевать с хорошо подготовленными немецкими частями. Еще до войны они проходили специальное обучение для ведения боев в горных условиях. Их называли горные егерят. Кавказ имел важное стратегическое значение в экономике Советского Союза. Там добывалось около 90% советской нефти. Вдольф Гитлер понимал ограниченность сырьевой базы Третьего Рейха, поэтому на совещании в Полтаве сказал, если нам не удастся захватить нефть Майкопа и Грозного, то нам придется прекратить войну. А Кубань им нужна была как источник продовольствия. Но они не получили ни того, ни другого. Наши солдаты отстояли Кавказ. И это была очень важная победа советских войск, так как исхода Кавказской битвы ждали по другую сторону Черного моря. Турция готова была вступить в войну на стороне Рейха в случае поражения наших войск. Несмотря на то, что Эльбрус был покорен немцами, свои позиции удержать им не удалось. Наши войска отстояли Кавказ и в середине февраля 1943 года сбросили немецкий флаг с вершины Эльбруса. В это же время приходит сообщение о том, что наши войска разбили фашистов под Сталинградом. Это придает сил нашим бойцам и поднимает их боевой и патриотический дух. Начинается освободительное наступление наших войск. Ровно за год до окончания войны Севастополь, город славы и гордости русских моряков, был освобожден. Уже на следующий день командование вручило награды за освобождение города Севастополя всем тем, кто участвовал в битве. На этом месте надо остановиться отдельно. В Моразко-Острове и ближайших городах находилось много промышленных предприятий, работающих на немецкую армию. За прорыв этой обороны моего прадеда представили к награде. Через всю нашу огромную страну прошел мой прадед. Через Польшу, Чехословакию и там же встретил победу. К его наградам добавились медали за трудовую доблесть и освоение цигны. В настоящее время продолжаю поисково-следственскую работу и собираю материал про второго своего прадеда, Быкова Василия Алексеевича. Он погиб под Сталинградом. К своему рассказу о героях моей семьи я бы хотел добавить немного информации про свой город. В 2021 году Пенза получила звание города трудовой доблести за большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. С началом войны промышленность Пензы и области перешла на военное производство. Сюда было эвакуировано много промышленных предприятий, машиностроительных заводов из разных городов. Пенза выпускает реактивные минометы, авиабомбы, шинельное сукно, взрыватели для мин, снаряды, авиабомбы и многое другое. Под нужды военного времени была переоборудована даже бисквитная фабрика. Женщины-кондитеры, ранее не имевшие дела с металлом, встали к станкам. Именно там выпускалась легендарная реактивная установка «Катюша». На одном из заводов наладили выпуск запчастей для военных истребителей. Там же их чинили. Ежемесячно 40-60 крылатых машин после реставрации в Пензе снова возвращались на фронт. Танк Т-34 «Пензамстит», собранный на пожертвования пензенцев, тоже отправили на фронт. Я увлекаюсь не только военной историей, но и военной техникой. Все эти модели я собрал сам. И они тоже стали экспонатом музея в чемодане. Вы спросите, почему музей в чемодане? Отвечу. Это удобный формат. Я складываю в него то, что мне понадобится для рассказа. И выхожу с ним на экскурсию. Например, к своим одноклассникам. Или в классы своих друзей. А на празднование Дня города мы развернули такую площадку прямо на улице. Мне, как активисту музея, хотелось бы, чтобы мое поколение увлекалось не только современными технологиями, но и знало историю своей страны, города, семьи. Все мы наследники победителей. В каждой семье есть участники тех далеких событий. Нам нужно не терять эту связь поколений и беречь ее в каждой семье. На мое и следующее поколение выпадает столетие победы в Великой Отечественной войне. Я надеюсь, мы будем отмечать этот праздник. И вырастет еще не одно поколение мальчишек, которые захотят быть похожими на своих прадедов-героев. Будут хранить военные реликвии, старые фотографии, семейные истории о подвигах своих предков. И мы, современное поколение, будем относиться к этому наследию так же трепетно, как относились наши родители и деды. Вновь в лес пронеслось, с той военной бары, Залечила земля все окопы свои. Обелиськие дни только гордо стоят, Да лежит белым инием снег на висках. Отчего так вело? Майских днем по весне, Может, это лишит нерастаявший снег? Этот снег лицый, этот снег сидитый, Он остался, но по весну, Ветераном войны.